Всем привет, это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак. Мы продолжаем цикл наших видеоблогов под названием «10 шагов к созданию сериала». И сегодня шаг шестой – мотор. Итак, мы переходим к самой, наверное, романтической части, к самой популярной такой фишке, которую знают люди про киношников. Это мотор. Мотор – это означает начало съемок. Ну, значит, у вас уже есть договор с каналом, есть написан сценарий. Вы провели подготовительный период, и вам надо начинать съемки. Все знают, что есть определенный ритуал к началу съемок. Значит, берется такая тарелочка, обычно белая, на ней пишется название проекта, потом пишутся все ее создатели, все расписываются, и режиссер после первого кадра, по-моему, разбивает у меня штатив под аплодисменты, и группа берет кусочки. Ну, как бы вот такой ритуал прикольный. Вот, и когда мы начинали, для меня тоже было очень прикольно. Я хранил все эти кусочки, и сейчас храню. По-моему, эта традиция только на постсоветском пространстве. Во всем остальном мире нет такой традиции. С появлением инстаграма теперь у этой традиции, у этого ритуала появилось второе дыхание. Теперь все выкладывают эти тарелочки в инстаграме. Ну, в принципе, достаточно удобно теперь, потому что ты, если подписан на своих коллег, всегда можешь по тарелочкам понять, кто что запускает, на каком канале, кто где работает. То есть, можешь увидеть группу. Ну, некоторые сейчас даже делают так, делают две тарелки, одну разбивают, а другую там оставляют, и как бы это, как кубки чемпионов, собирается. Я, честно говоря, к этим штукам немножко охладел. Ну, просто, наверное, из-за какого-то количества уже я вот не храню эти тарелки. С учетом того, что эти проекты все теперь есть в Ютьюбе, как бы, память о них, она шрамами на твоем сердце, как сказать, выскоблена. Поэтому все проекты, в принципе, ты помнишь. Но вот такая приятная штука. И, конечно, классно, особенно дебютанты, особенно те, кто в начале. Все радуются, когда это происходит. Ну, такая прикольная традиция. Ну, если говорить о том, что вы продюсер, и у вас начало съемок, есть как бы две стороны этого действия. С одной стороны, перед мотором, перед началом съемок, у вас обязательно должны быть написаны все сценарии. Обязательно должен успешно быть пройден подготовительный период, да, ПП, то, о чем мы говорили в предыдущем блоге. Вот, у вас все должно быть завершено, все утверждено, кастинг, все должно быть готово. С другой стороны, никогда не бывает идеальной ситуации. То есть, никогда не бывает так, что вот все абсолютно готово, как бы, и вот сейчас можно начинать. И поэтому все департаменты, так или иначе, всегда чуть-чуть не готовы. Всегда хорошо было бы немножко отодвинуть мотор, отодвинуть начало съемок. Но это такая штука, которую вы должны регулировать, которую вы должны контролировать. Нельзя быть идеально подготовленными на 100%. Поэтому нельзя отодвигать постоянно дату съемок. Да, киношники, особенно те, кто снимает большое кино, очень любят это делать. Вот, но обычно у вас всегда есть сроки, сроки сдачи на канал, сроки монтажа, КПП, которые нужно выдерживать. Поэтому во время подготовительного периода, вот вы сказали, например, 10 июля, вы должны эту дату держать, чтобы все держались этой даты. Ну, ближе к этому можете, может быть, подвинуть на день, на два, чтобы еще чуть-чуть люди, как бы, успели то, что не успевают. Но не сильно отодвигать. То есть не идите на поводу того, чтобы... Не идите на поводу своего перфекционизма, с одной стороны. С другой стороны, того, что группа вот еще чуть-чуть, и она не готова, вот дайте нам еще день-два, может быть, лучше неделю. Ну, нужно начинать. Идеальные ситуации, знаете, как ремонт, который никогда не закончится, да, нужно въезжать в квартиру, так и с этим. Нужно начинать, нужно моториться, нужно снимать проект. Вот. Ну, а какие-то вещи придется немножко доделывать по ходу. Еще раз проговорю этот нюанс. Только опытные продюсеры с крепкой командой могут начинать проект с ненаписанным до конца сценарием серии. Это важный момент. Если вы только начинаете, если не совсем уверены в команде, то лучше не начинать, лучше написать весь сценарий, лучше пройти подготовку, и только тогда начинайте делать. Ну, если вы не готовы, ну, если так складываются обстоятельства, обстоятельства бывают разные, вы как продюсеры должны быть к этому готовы, то, конечно, можно начинать, грубо говоря, моториться, ну, не совсем готовыми, не со всеми сценариями, но очень важно понимать, как вы будете выруливать по ходу. На начало съемок перед мотором у всех присутствует такая, как сказать, определенное воодушевление. Есть два метода, скажем так, планирования. Некоторые сразу загружают тяжелыми сценами большим количеством сцен. Там первая, вторая, третья смена, начало. Вот, для того, чтобы люди сразу были готовы к тому, что будет, ну, как бы тяжелая работа там, а потом уже как бы спокойнее относились к тому, что будет происходить дальше. Но более популярен другой метод – постепенное вкатывание. То есть, условно говоря, на первую смену, на вторую, на третью вы ставите немного смен, не самые сложные смены. Ну, грубо говоря, и тот, и другой метод имеет право на жизнь. Но вообще, к началу съемок вы должны четко понимать, сколько в среднем вы хотите снимать. Это очень важная штука. Если вы хотите снимать 10 минут в день, 10 полезных минут в день, что это значит? Это значит, что там, условно говоря, за 10 дней, 10 минут полезных в день, то вы снимите там 100 минут, да? Ну, 100 минут, я не знаю, там, это по разным меркам. Может быть, 4 серии ситкома там и так далее. Может быть, вы хотите снимать 15 минут. У нас в Казахстане часто снимают 15 минут, потому что денег мало, грубо говоря, выработка должна быть большой. А мы в «Павильонной истории» и вот в некоторых сериалах и сейчас можем снимать до 20 минут. Ну, тогда, когда у тебя все к этому предполагает, да? То есть, у тебя есть павильон готовый, готовый, грубо говоря, схема по свету. Одни и те же актеры очень часто. Актеры должны быть опытные. Актеры, которые уже могут, уже раскачались и могут выдавать такой объем. И группа крепкая, то можно делать, ну, грубо говоря, и такой объем. Но перед началом, перед мотором вы тоже должны очень четко это понимать. Сколько минут в среднем вы будете снимать во время съемочного периода. Разные истории были связаны с тарелками, с моторами. Был проект, на котором наш администратор подготовил такую очень большую тарелку, такая, как ляган такая была, знаете, для дынь, для арбузов, очень толстая. И, в общем-то, все поместились, и было классно. Но режиссер-постановщик не мог ее в первый раз разбить, а потом ударил с такой силой, и состав вот этого, я не знаю, фаянса, или как правильно назвать, этой тарелки, в общем, был такой, что он разлетелся на крошки. То есть, он на очень мелкие части. То есть, одна была крупная часть, она не разбилась. Остальное все разлетелось на очень маленькие части. Ну, то есть, всякие разные казусы с этими тарелочками бывают. Часто бывает, кого-то не вписывают, они обижаются. Я раньше просто расписывался. Ну, у меня фамилия очень короткая, папка, поэтому распись вообще там из двух букв состоит. И поэтому там даже не поймешь, кто это такой, там, где вообще роспись продюсера, где он написан. Но начало съемок, конечно, это очень важный этап. Но самое главное, ну, нужно помнить, что основное, что должно остаться в памяти, это продукт. Ну, то есть, визуальное, аудиовизуальное произведение, сериал, который должен понравиться зрителям. Вот это должно остаться в памяти. Ну, как бы вот с такой мыслью, нужно начинать съемочный период. Сегодня мы рассмотрели шестой шаг в нашем цикле видеоблогов. Поговорили о начале съемок, который называется «Мотор». Это был видеоблог «Серийный продюсер». Подписывайтесь, если вам это нужно. Пока. Субтитры подогнал «Симон»